Всероссийская выставка-ярмарка «Симбирская книга» стартовала в 19-й раз во Дворце книги. В этом году на ней представлено около 600 книг электронных и полиграфических изданий. Впервые у нас участвуют целых 9 регионов участников. Это из Алтайского края, Республика Татарстан, из таких городов, как Москва, Бенза, Нижний Такил, Самара, Киров. Они представили свою продукцию, которая в дальнейшем останется в фондах Дворца книги. В качестве участников выступают не только отдельные авторы, но и региональные издательства, музеи, архивы, библиотеки, национальной автономии, региональное отделение Союза художников России, писателей и краеведов. Впервые к «Симбирской книге» присоединилось региональное отделение Русского географического общества. Мы действительно в Русском географическом обществе считаем для себя принципиальной позицией издавать книги. Невзирая на то, что в нашем распоряжении есть, на наш взгляд, одна из лучших электронных библиотек о научных, географических, исторических, духовных особенностях нашего края, мы, тем не менее, издаем достаточно много книг. Симбирская книга – это всегда состязание. По традиции на ярмарке выберут книгу года, а также лучшую в 13 номинациях. Голосование среди читателей проходит на сайте Дворца книги. Там запущен сервис интернет-голосования, где размещены книги участники конкурса. В рамках симбирской книги также состоится свыше 20 презентаций книги творческих встреч с писателями в Ульяновске, Димитровграде и районах. Первая презентация прошла в день открытия. Интересное издание «Женщина. Война. Победа» представила одна из его авторов, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны РФ Ольга Фаллер. Она отметила, что считает себя не писателем, а литературным исследователем. Сейчас полтора часа прошло, и мне не хватило этого времени, чтобы рассказать о книге. Но в первую очередь это книга о женщинах, которые защищали нашу страну, которые оставили все, что у них было, и пошли, соответственно, в бой за нашу Родину. С 1812 года она рассказывает об истории вооруженных сил и о значении, в первую очередь, женщин. Программа «Симбирской книги» очень насыщенная. С ней можно познакомиться на официальном сайте Дворца книги.